Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ладно, ладно, давай закажем креветок Кажется, здесь их неплохо готовят От креветок у меня пальцы распухают Добро пожаловать на виллу кальмара Что закажем? Я еще не решила Дорогая, может возьмешь зеленый салат Я еще не решила Тогда, может быть, возьмешь... Я еще не решила Мы немного подумаем, и хорошо? Идиот Давай возьмем что-нибудь попроще Скажем, домашнюю лапшу Добро пожаловать на виллу кальмара Что закажем? Я же сказал, нам надо немного подумать Ну, я обслуга Я не могу, впервые вижу такую тупость Итак, вы уже придумали Когда придумаем, я вас Эй, братишка, прими заказ на пятом Да, братишка, пардон Эй, забирай Забирай Сейчас, сейчас Не волнуйся Вот, пожалуйста Приятного аппетита Забирай А как лазанья? Не знаю, этому вроде нравится Но он давно, видно, порядочной пищи не ел Забирай 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 А что бы вы мне посоветовали? Я бы посоветовал китайский ресторанчик В двух кварталах отсюда Эй, дубиноголовый Говорят, тебе забирай Забирай Слушай Видишь, что ты натворил? Вон, Эпитош Куда ты лезешь? Так Вот ты меня Говорят, тебе собирай Значит собирай Значит собирай Забирай Грузовики Хилкерстер Грузовики Хилкерстера Здравствуй, Фрэнк. А где мой шофер? Отослал домой. У него горло болит. Идешь, Фрэнк? Это надо заканчивать. Но если ты собрался читать мне экологические проповеди, я их слышал. Тебя совесть замучила? Поезжай домой и разберись в своем сейфе. Черт побери, Стром. Сколько людей ты угробил с помощью моих грузовиков. Но сделал тебя богатым человеком. Грех жаловаться. У меня глаза болят от того, что я их закрываю на твои делишки. Я понял, Хилрест. Готов оплатить визит к кукулисту. Сколько? Пошел ты! Это надо заканчивать. Как твои племянники, Фрэнк. Несладко пришлось ребятишкам потерять родителей в автокатастрофе. Такая трагедия. Хорошо, что есть добрый дядюшка Фрэнк. Он их не оставит. А если вдруг с тобой что-нибудь случится, будь уверен, я о малышах позабочусь. Обещаю тебе. Леон. Леон, выгляди на их шеи. Опять начинается. Их шеи разве ты не пропорциональна телам? Ну, это правда. Шеи у вас больше, чем головы. Ну, конечно, мам. Ведь в голове мышцы не накачаешь. Да. А как насчет мозгов? Мозги не мышцы, мама. Это орган. И слава богу, ма. Иначе головы тянули бы нас к земле. Кто бы мог подумать, что из славных малюток вырастут этакие верзилы. Да. И похожи, как две капли. И совершенно разные. Я давно это твержу. Дэвид всегда был строителем. Питер разрушителем. Что ты еще выдумал? О, Питер! Не волнуйся, дорогая. Будет у тебя другая. Питер, ну какой ты милый. Да, милый, черта с два. Да, детка, у тебя всегда был вздорный характер. И правда. Как будто один человек раздвоился. Да. У Питера ум, а у Дэвида сердце. А почему вы не на работе? Уволились. Нас уволили. Одним словом, мы туда больше не пойдем. Я вас не виню за это. Там такая пища, как будто ее в сортире готовили. Дэвид, ты сам отменно готовишь. Вам бы свой ресторан открыть. Ма, да это отличная идея. Отличная. А где денег взять? Как где? В банке? Ты хочешь, чтобы мы ограбили банк? Нет. Ступайте в банк и возьмите небольшую суду. Эвид, ты будешь шеф-поваром. А из тебя, Питер, при твоем обаянии выйдет прекрасный метродотест. Здорово! Хочу предложить тост за ресторан братьев Фальконе. За ресторан братьев Фальконе! Ура! Семья транспортного магната погибла в автокатастрофе. Семья транспортного магната. Ладно, давайте все обсудим. Нет, не здесь. В общественном месте. Завтра в полдень в парке Гриффит. Банк финансовой поддержки. Итак, на что конкретно пойдут эти деньги? Мы хотим открыть ресторан. Ага, понимаю. И какое у вас обеспечение? Покажи! Лазанья в мясном соусе, отменные макароны в томатном соусе с базиликом, равиоли с моцареллой в мясном соусе, баклажаны фаршированы пармезаном, а на десерт ватрушка. Обычно она пышнее, но мы ее на дно сумки положили. Под обеспечением я понимаю капитал, который гарантирует возвращение ссуды. Капитал? Это деньги, что ли? Да. Если бы у нас были деньги, зачем бы мы просили ссуду? А недвижимость? Может, дом? Акции? Щита? Ну, хотя бы машина? Да. Но мы за нее не расплатились. Значит, вы хотите получить у нас ссуду без обеспечения, да? Да. Ничем не могу помочь. Забирайте свои макароны и будьте здоровы. Отказать. Вы даже не пробовали. Вы попробуйте, это вкусно. Макароны я не ем. Не упрямьтесь, откройте рот. Ну? Состав входит в туннель. Но смирей, не плюйте. Ебайтесь, мистер Бенджамин. Состав уже в пути. А ну вот, теперь соус. Сбан отсюда! Сбан! Сбан отсюда! Да, это провал. Полный провал. Я не знаю, как маленькому человеку выбиться в люди. Они дают ссуду только тем, у кого есть деньги. Какая гнускость. Неудивительно, что все банки прогорают. Прошу вас, батрушку не забудьте. Эй, я такие лазанья в жизни не ела. Что ж, спасибо. Вам бы, ребята, свой ресторан открыть. Но придется заплатить большие штрафы. И ты решишься всех доходов от незаконной деятельности. Может, даже срок отсидишь. Но в итоге, уверяю тебя, ты выгодишь от того, что обратился к правосудию. Если доживу до снятия показаний. Будь оптимистом, Франк. Тебе дадут усиленную охрану, как особо важному свидетелю. А мои племянники? Ну, я думаю, о них позаботятся благотворительные организации. Поместят в хороший прием. И думать забудь. Я этого не допущу. Отдать племянников в чужие руки. Ну, ладно, ладно, ладно. Тогда и к ним приставим охрану, поверь. Франк, это необходимо. Мы встанем за тебя горой, пока стрёма не упрячут за решетку. Но когда-нибудь он выйдет. Не думай об этом, Франк Хилхерст. Если все обвинения против строма подтвердятся, его не выпустят на поруки по меньшей мере... ...две тысячи лет. Ну, ты, ослиная башка, отдай мять. А у тебя есть подходы к детям. Тебе не о чем беспокоиться. Мы представляем правительство. У нас в таких делах есть опыт. Франк, положись на меня. Как на себя. Франк, положись на меня. Уходим! Эй, вызывай полицию! Поехали! Быстро, быстро поехали! Берегись! Ребенок! Мой ребенок! Малыш мой! Спасибо вам! Спасибо! Ой, не плачь! Тренажерный зал. Помогите, помогите, помогите! Эй, ребята, как дела? А твои, Фло? Телефон просто разрывается. С тех пор, как ваша фотография появилась в газете, все желают записаться к нам и стать такими же героями. Чтобы выразить вам свою признательность, я на два месяца освобождаю вас от оплаты. То есть вы должны мне только за четыре месяца. Спасибо, Фло, спасибо за приятную весть. У меня бас, как у нее. Эй, малыш, тебе надо попить гормоны пиароста. Зачем? Прошу прощения, разрешите спросить? А, вон они-то. Слушай. Эй, Дэвид и Питер Фальконе? Да, а ты кто? Позвольте представиться, Томас Саджевик. Отлично, ты Томас. Усе твои взлеты и падения будут в постели. Питер Фальконе. На, держись. Простите, я... Я нет, мне ваш антограф не нужен. Позвольте, господа, вы меня не поняли. Я представляю мистера Франка Хилферста. У него грузовики? Да, у него грузовики. Он имел несчастье быть в парке во время покушения. Чего ему взбрело в парке покушения? Он имеет эту заварушку. Ты ведь о заварушке, верно? Верно. Он про заварушку. А, про заварушку. Так вот, мистер Хилферст остался вами очень доволен и приглашает вас к себе, чтобы поблагодарить лично. А что, почему бы и нет? Спасибо, Томас. Да, спасибо, Томас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Порядок, проезжайте. Как-то, братец? Эй, отросси их подлиннее. Субтитры сделал DimaTorzok Привет, Томас. Как жизнь доречила? О, неплохо устроился, Томас. За квартиру сколько платишь? Прошу вас, господа, не трогайте ей больше двухсот лет. С такими деньжищами, а на новые не можешь раскошелиться. Прошу за мной, господа. Дэвид и Питер Фальконе. Очень рад вас видеть. Я Франк Хилкерс. Дэвид! Питер! Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Это мистер Беннет. Томас, принесите, пожалуйста, чаю. Я восхищен вашими действиями в парке. Немногие в наши дни пришли бы на помощь ближнему. Я вам обоим крайне признателен. Нет проблем. Так они за вами гонялись? А вообще-то вас это не касается. Как не касается? Парни жизнью своей рисковали, а они имеют право знать. Те ребята в парке наемные убийцы. Их подослали, чтобы помешать мне дать показания против оговоря организованной преступности. И если бы не вы, им бы это удалось. Вы хорошо приложили тех бандитов, где... Где вы так развели мускулатуру? В армии. Нет, там и были жердяи. А жердяи либо терпят тумаки, либо их навешивают. Мы не терпели. Дэвид. Питер, я предлагаю вам работу. Завтра мне надо уехать из города на предварительное прослушивание дела. И я хотел бы, чтобы вы присмотрели за моими племянниками. Меня не будет неделю, я плачу по две с половиной тысячи. В день каждому. Пять тысяч баксов в день? Нянькам? За неделю? Это же 35 тысяч баксов. Мистер Хилхерст, мы же договорились. Мои люди обеспечат безопасность ваших племянников. Беннет, я ваших людей в деле не видел. А эти парни уже проявили себя. Ну, как хотите. Ну, вы что скажете? Беретесь или нет? Беремся! Я взял к себе мальчиков, когда мой брат и его жена полгода назад разбились на машине. Не повезло детишкам. Стивен, он очень чувствительный. Он тяжелее это переживает. А Брэдли, Брэдли, он, как бы это сказать, Брэдли экстраверт. Надеюсь, это не заразно? Простите моего брата, по нему электрический стул плачет. Я сейчас познакомлю вас с мальчиками. Уверен, вы найдете с ними общий язык. Брэдли, Стивен, поднимитесь на минутку. Сейчас идем. Что, дядя Фрэнк? Подойдите, не бойтесь. Вот, познакомьтесь. Это Брэдли. Это Стивен. Ребята, это Питер и Дэвид Фальконе. Они будут присматривать за вами. Да, мы няньки. Филхерс уезжает завтра утром в 8 часов. Он будет жить в отеле Чет Суорт в номере 1410 под фамилией Ренсвик. Прекрасно. Пожалуй, я предупрежу отель, что постоялец отказывается от апартаментов. Да, но он под усиленной охраной. А еще Хилхерст приставил своим племянникам тех, хромил из парка. Ты понял, что надо делать, если мы не возьмем Хилхерста до отъезда? Ты понял? Мои люди будут патрулировать по всему периметру усадебы. В целях предосторожности просим вас не покидать ее пределы. Иными словами, сидите тут. Я буду каждый день звонить. В случае надобности Томас знает, как со мной связаться. А в остальном позаботится прислуга. Ни о чем не беспокойтесь, мистер Хилхерст. Все будет тип-топ. Полиция уже устала держать пикеты на улицах. Поехали! Берегите их. Кроме них у меня никого нет. Положитесь о нас, мистер Хилхерст. Мы позаботимся о них. Пока! Пока, пока! Пока! Пока, до встречи! Пока! До встречи! Удачного выступления! Не волнуйтесь! Да! Моя мама! 35 тысяч бешеные деньги! За одну неделю больше, чем за весь год! Эти денег нам хватит на ресторан! Да! Мы везунчики! Везунчики, везунчики! Да! Хвала, Мадонни. Ну, мистер Фальконе, как вам нравится новая резиденция? Так себе, мистер Фальконе, но надеюсь, что сойдет. Это уж точно. Несомненно. После вас! Нет, после вас! Ни в коем случае! Ну, если вы так-то встаиваете! Дейв, я ранен, ранен! Я тоже! Ну, погодите! Лолита, возьми стиральный порошок и пойдет отри козлиную кровь в патио. Ах, паршивцы испортили мою лучшую драную рубашку. Да, да тебе они еще дети. Не дети, а черти. Особенно Брэдли. Он и есть зачинщик. С ним надо держать ухо востро. Поверьте мне на слово. Быть может, нас Бог наказывает? Помнишь, как мы измывались над няньками? А настоящие вампиры были! Погоди, они нам еще покажут. Терпение, братишка. Они сиротки. Не забывай, поэтому и не подпускают людей к себе, поскольку боятся очень, что их опять покинут. Да ладно тебе языком-то молоть. Серьезно? Мы должны убедить малышей, что заслуживаем их доверия. Ну, а как это сделать? Помнишь, что говорила мама? Путь в желудку мужчины лежит через его рот. Секрет моего соуса в том, что я всегда добавляю в него щепотку горького перца. Ну-ка, Пенни, попробуй. Это очень вкусно, Дэвид. Еще бы! Только, боюсь, пропадут ваши труды, ведь эти сорванцы ничего не едят, кроме ореховой пасты и копченой колбасы. Так они голодают, бедняги. Отсюда и агрессивность. Томас, ты чего под дверью торчишь? Надеюсь, ты не ушибся. Ступай, приведи детей в столовую. Так, ребятки, добро пожаловать в ресторан братьев Фальконе. Прошу вас. Я вся пузо, еды сколько влезет. Брэдли, молитву будешь читать? Хорошо. А как ты, Стивен? Я прочту. Боже милостив, ко мне буди и подай мне еду на блюде. Аминь. Аминь. Что с вами, почему вы не едите? А мы этого не хотим. Мы хотим ореховой пасты. А вы все-таки попробуйте. Нет. Попробуйте, это вкусно. Нет. Да вы что, я целый день у плиты карпел, как проклятый. А ну, ешьте быстро. Может, ты не понял, ослиная башка? Нет. Детей тоже надо понять. Дэвид. Дэвид. Успокойся, Дэвид. Положи вилку. Вот так. Молодец. А теперь подумай о чем-нибудь хорошем. Ничего страшного. Я все приберу. Значит, ты крутой? Ой. Посмотрим. Ударь меня. Ну, что же ты, бери, говорю. Давай, увидим, какой ты крутой. И это, по-твоему, удар? Вот это удар. Да чего же он хорош, этот Чак Норрис. Дорогуша, а дети где? Не знаю. Наверху, должно быть, куклам голову отрывают. Что-то они притихли. Да, не к добру это. Господи, побилуй. Я сейчас его уберу. Видимо, после твоей жратвы. И не стыдно вам так людей пугать? Ведь так можно отдать и Богу душу. Да, ничего смешного. Почему ничего? Видели бы вы свои рожи. Ха-ха-ха-ха-ха. Я покажу вам, как смеяться. Перестань, Дэвид. Ведь они пошутили. Хе-хе-хе. Я убью их. Я сейчас их убью. Ну-ка, пойдем отсюда. Нет, я ей Богу их убью. Дэвид, если ты их убьешь, дядя точно не выпишет нам чек. Ха-ха-ха. Ну ты видел этих болванов. Ведь так можно ей Богу душу отдать. А они тебе ничего не напоминают? Я даже не знаю. Пожалуй, неудачный эксперимент клонирования. Только они еще не знают, что мы им приготовили на завтра. Слушай, Брэд, а может уже хватит? Нет, пощады не будет. Дяде Фрэнку они понравились. Как бы он не рассердился. Да что нам за дело дать дяде Фрэнка? Ему же на нас наплевать. Всем на нас наплевать. Мы можем рассчитывать только на себя. И должны держаться вместе, верно? Верно? Пощады не будет. Пощады не будет. Я первый. Поверка постов. Время 24.00. Все спокойно. Никто не выходил. Конец связи. Конец связи. Тебе помощь не нужна? Да, я хотел проверить, как там дети. Дети в порядке. Да, да. Ну что ж, тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. И тебе. Завтрак. Самая главная еда за весь день. После обеда и ужина. Бифштекс с яичницей. Питер, произнеси молитву. Молитва. Давайте есть. Мы не будем это есть. Что ты сказал? Я сказал, мы не будем это есть. Вы свободны, детки. Ничего. Я приберу. Да, я уберу. Девит, Питер! О, привет! Девит, погляди, я вывела кровавое пятно с твоей рубахи. Здорово, спасибо, Валита. Питер, Питер, посмотри, я заштопала тебе дырку на заднице. Мусис грасиас. Пожалуйста. А ну-ка, примерь их. Помогите! Стив свалился в бассейн! И что? Он плавать не умеет! Питер! 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 Нет! Питер! 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 Нет! Это Уильям Келси из Госдепартамента, Джек Кармайкл из ФБР, Лоренц Шмидт из ЦИРУ, Джим Родригес из МИДа, Рой Хартли из НАТО и Филис Гектор из НАСА. Мы склоняем голову перед силой и мужеством этого человека. Джек, приведите его к присяге. Клянитесь, Льюи, говорите только правду. Да. Поклялся. Начнем с самого начала. Как вы познакомились с Лилиндом Стромом? С повышением цен на нефть транспортный бизнес понес тяжелый ущерб. Мои грузовики простаивали. Стром предложил мне выход. Я не получал таких денег. Уже в первую неделю мы выручили свыше 15 миллионов долларов. Значит, вы продали душу дьяволу? Ничего он не продавал. Иначе не был бы здесь. Он сдал ее в аренду. Верно, Фрэнк? Еще кот. Президенция Хилхерста. Томас, это я. Как там дети? О, мистер Хилхерст, как я рад, что вы позвонили. Сэр, вы себе не представляете, что здесь творится. Это кто? Мистер Хилхерст? Да, я поговорю. Томас, положи трубку. Я уже взял. Привет, мистер Хилхерст. Это Питер Дран и Свитер. Питер, как мальчики? Отлично. Что им сделается? Ну-ка, ребята, поздоровайтесь с дядем Фрэнком. Они бы хотели с вами поговорить, но не могут. Послушайте, мистер Хилхерст, на домашнем фронте все стерильно. Так что спите спокойно и развлекайтесь. Ладно, по рукам. Ну, что будем с ними делать? Не знаю. Можно закопать их в саду до возвращения дяди. Но этот сад такой большой. Я боюсь, мы позабудем, где их закопали. Объясните, ради бога, что здесь происходит? О-о-о! Кто вы? Я учительница. А вы кто такие? Мы няньки. Хорошие няньки. Кто же связывает десятилетних детей? Да мы просто играем. Мисс Ньюман, они хотят нас убить! Да, они хотели нас убить! И правда, это они хотели нас убить! Да! Как же вам не стыдно? Такие верзилы и запугивают беспомощных детей. Итак, страдательные причастия оканчиваются на «ны», на «я» и «ное». Стивен! Повнимательнее! Ну, кто мне скажет, на что оканчиваются действительные причастия? У-у-у-у! У-у-у-у-у! Я знаю, я знаю! Да? Действительные причастия оканчиваются на «щи». Правильно. Отлично! Беру причастие за тысячу баксов. Можно мне? Учительница, можно мне? Ну, пожалуйста, можно! Хорошо, хорошо. Что такое причастный оборот? Это когда бумага в туалете кончается? О, Господи! Обернуть бы тебе этой бумагой, она как назло кончилась. Акула высунула из воды голову, уже показался ее огромный хребет. Старик услышал, как скрипнула шкура и разверзлась плоть рыбины, когда он вонзил гарпун в голову акулы. Там был акулий мозг, и старик угодил как раз в него своими окровавленными руками. Думаю, хватит на сегодня Хемингуэя. Урок окончен. Прошу вас. Будьте любезны. Что это такое? Что? Где наша еда? Ну, раз вы ничего не едите, мы подумали, голод вас не мучит. Извините, мы ничего для вас не приготовили. Дэвид, хватит детей дразнить. Вы кушать хотите? Там на кухне есть еще спагетти. Мы не хотим спагетти. Мы хотим ореховой пасты. Тем хуже для вас, потому что ничего кроме спагетти вы не получите. Может, поспорим? Пармезану подсыпать? Не сгораживай. Игры окончены. Нет, не окончены. Нет, окончены. Пора в ванну. Мы не хотим в ванну. Ну, ладно, Брэд, пошли. Нет, не пошли. Мы не хотим принимать ванну, и никто нас не заставит. Спорим? Ну, давай, сыпи. Но черви поганые, это им так не пройдет. Да перестань ты. Вон они какие здоровые. Как мы их одолеем? Очень просто. Возьмем и сбежим от них. Сбежим из дома? Да. Хватит им над нами издеваться. Как же мы сбежим? А дядя Фрэнк? Сколько раз объяснять. Мы ему не нужны. Он нас бросил. Так же, как мама с папой. Но я ухожу. Ты идешь со мной или нет? Спят, прям как ангелы. Ангелочки черты. Том, извини, я тебя не заметил. Ты так тихо крадешься, тебе бы колокольчик на шею повесить. Шучь. Музыка Ты что, машину думаешь угнать? Совсем с пятен? Тш-ш! А что? Да ты и водить не умеешь. Она такая же, как наши машинки, только побольше. Ага. А как ты до педали дотянешься? Газ. Тормец. Газ. Тормоз. Газ. Тормоз. Газ. Тормоз. Я сказал, тормоз. Выбери что-нибудь одно. Газ. Тихо. Газ. 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 Ребята, что стряслось? Газ. 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 чей и что с вами случилось мы упали вы что-нибудь знаете об этом нет мисс ньюман вот я написал сочинение по хамегуэю молодец дэвид стараюсь заткнись мисс ньюман у меня вопрос да петер может мы встретимся погоди я первый спросил когда это я первый я первый нет я мисс ньюман простите мое сочинение старик и море это это про старика и море нет нет до конца по скриптум вы будете со мной встречаться это нечестно ты все списал из энциклопедии ты на что намекаешь ты мошенник неправда нет правда я не мошенник нет мошенник все и и и Прекратите! Питер, Дэвид, перестаньте драться! Может быть, вы вмешаетесь? Да нет, мы с кольцами разбираемся! Извини, Томас! Ну нет, только не в моей кухне! Ура! Ура! Вы же не троги! Какие мне тут жти? Хватит! 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 Ну, хорошо. Хорошо, я буду встречаться с вами обоими. Может, мы не поедем? Может, не поедем, прости. Поехали, поясе, и взрослали. Куда это вы собрались? Мы едем на свидание. С детьми? Нет, с мисс Ньюман. Все, идем. Да, но вам запрещено покидать территорию. Томас, ты кто, дворецкий? Вот и сиди во дворе. Охрана! Охрана! Лифт идет наверх. Надо же, гормональная машина. Негормональная, мышечная. Ты никогда не видел? Так, всем пристегнуть ремни. Кроме тебя, Брэд, ты можешь не пристегивать. О, а вот и взрослые. Простите, я не выпущу вас без правительственного приказа. Ребята, что скажете? Вперед, парни! Черт! Ну, чего мы ждем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глазам не верю. Никогда не видела их такими измученными. Три часа на русских горках, кого хочешь, измотают. Да, они притворяются. Эй, Брэд! Пара хот-доги продавать. У тебя ширинка расстегнута. Ну, надо же, и вправду спят. Удивительные дети. Я не раз видела, как они смотрят друг на друга и разговаривают без слов. Нам тоже снятся одинаковые сны. Завидую я вам, ребята. Вы необыкновенные люди. Вам повезло родиться с другом. Мне всегда так хотелось иметь сестренку. Мы так хорошо повеселились, не снимали. Очень хорошо повеселились. Поскольку мы не на уроке, можете называть меня Джуди. Ладно, Джуди, то есть... Заметно, Джуди. Ну, спокойной ночи. Отвернись. Ну. То же самое. Хилл Хёрстер, ВБР обложила. На милю не подойдешь. Поэтому важно всегда иметь запасной вариант. Резиденция Хилл Хёрста? Да. Когда? Да, я понял. Я обо всем позабочусь. КОНЕЦ ПЕЧАНИЦ ПЕЧАНИЦ Эй, в чем дело? Придется вам съесть завтрак. Хотите вы этого или нет? Ничего есть можно. Спасибо, Стивен. Я Брэд, а это Стив. Прости, когда ты перестаешь быть олухом, тебя трудно отличить. И вообще, почему вы всегда одеты одинаково? Тебе не нравится, как мы одеты? Ребята, я не хочу вас обидеть, но вид у вас, как у китайских болванов. Правда, Дэйв? Настало время сменить имидж. Три-два-один, снимай! Блеск! Тра-та-та-там! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Брэд, поживей там, я умираю от жажды. Брэд! Брэд! Стив, поди посмотри, чего он там копается? Ну, быстро! Черт, совсем народ обленился. Эй, Брэд, ты чего там коп... А-а-а! Помогите! Вот так вот. Помогите! 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 Он когда-нибудь прекратит свои фокусы? Помогите! 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 Хватит дурачусь! Солючи быстрее лимонад! Томас, помоги, пожалуйста! На нас бандиты напали! Это тебе просто приснилось. Помогите! 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 Эй, может, нырнёшь? Ныряй! Помогите! А-а-а! Кто это тут разгром учинил? О! Ну, я вас научу, как в моей кухне безобразничать. Валились, понимаешь, да ещё маски нацепили. Ну, погодите, я вам такие маски покажу! Не обрадуете! А! Получай! А! Получай! О! Вели! А! Да! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! Мало тебе на еще! Тут много припысяно! Персиками не желаешь угоститься? На тебе персиков! А-а-а-а! 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 Слишком туго! Ты! Градон. Градон. Это, по-твоему, удар? Вот удар. А, молодцы! Гоня! Уходим! Давай, взлетай! Втряхни их! Давай, взлетай! Субтитры создавал DimaTorzok Самые крупные варыши поступают не от наркотиков, а от сбросов. Чтобы законным способом уничтожить химические отходы, нужны миллионы. А за тысячу можно нанять грузовик и сбросить всю отраву в море. Да? О, Господи! Фрэнк похитил детей. Нет. Мы сообщим, как только что-то выясним. Да. Хорошо. Это хорошо. Да, понял. Пенни пришла в себя. Дейв, надо вызвать полицию, слышь. Нет, Хилхерс велел сидеть и ждать. Почему он не сказал, где с ними встречаются? Так они всех перебьют. Я бы все свои деньги отдал, чтобы узнать, где мальчики. О, Боже, как вы меня напугали. Куда собрался? Я не могу пережить утрату детей. Мне нанесли глубокую личную травму. Глубочайшую травму. Поэтому я решил поискать работу в другом месте. Бежишь, как крыса с тонущего корабля. У меня нет выхода. Я был очень привязан к детям. Я умру от нас. А вот это не забудешь? Нет. Ну, пока. Постой, я тебе помогу. Нет, я сам. Вот это да. Деньги за бочки? Или деньги за детей? Эти ребята мои друзья. А своих друзей я никому в обиду не дам. Нет, не надо. Я не знаю, где они. Клянусь, я не знаю. Проверим его на детекторе лжи. Так, где они? Я не знаю. Врет. Где? Не знаю. Опять врет. Последний раз спрашиваю, скажешь, где дети или нет? Я уже сказал, не знаю. Ладно, Дэйв, заводи мотор. Хорошо, хорошо, я скажу. Я все скажу. Гаври Лонбич, пятый док. Опять врешь? Нет, клянусь. Хилкерс должен быть там полуночи. Ладно, я верю тебе. Гаври Лонбич, пятый док. Гаври Лонбич, пятый док. Так, у них численный орудийный перевес, в остальном у нас перевес Нам необходимо подкрепление Давай на имя Малимов И Тигров Ну что, достал? Ага Тебе лучше? Да Помогите! Помогите! Ну-ка, заткнитесь! Сколько можно орать? Я же сказал, вас никто не слышит! Как никто? А ты? Помогите! Помогите! А-а-а! А-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Только подойдите, обоих прикончу Ладно Вымись Успокойся А ну, бросьте пушки Живо Давайте их сюда Я всю ночь ждал этой минуты Пощады не будет Хватит им над нами издеваться А теперь я А теперь я Надо же, где вы набрали столько близнецов? Нет, мы не близнецы Мы просто похожи друг на друга Ага Тут одни близнецы Очень смешно Вы перебили моих людей Но не меня Все кончено, милый Ты проиграл Я никогда не проигрываю У меня всегда есть запасной вариант Вы, кажется, знакомы? Отпусти ее Отпущу Но не с этого корабля Да ты же покойник Теоретически, да Я умер вместе с вами Счастливого плавания Стром Дядя Фрэнк Прочь с дороги, Фрэнк Нет Ладно Как знаешь Мам! Стром Заложил бомбу В полночь судно взорвет Который час? Пора уходить Уходим! Пошли! 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 Поаккуратней с этим Забирай! Эй! Кто пришел? Нет А в чем дело? Это наши жены Летиция и Жанет Ну, как поживаете? Превосходно! Эй, тигры! Роман! Подожди хоть до машины А? Энни! Привет, мой сладкий Простите, девушка Да Да Ага Иду, иду Сию минуту О-о-о-о О, я так горжусь моими мальчиками Я знал, что у вас все получится Этим мы обязаны мистеру Хилхерсту. Скажи, Фрэнк, тебе нравится быть бедным, но честным? Ну да, сегодня я чувствую себя богачом. Приступайте, приступайте, ешьте все, ешьте, манджо, манджо! Дорогая Джуди, ты не забыла про свидание? А про наше завтра не забыла? Я помню, я помню. Я только одного не понимаю. Правительство заморозило все мои вклады и чек, что я вам выписал, недействителен. Да? И чего вы не понимаете? Откуда вы взяли деньги на ресторан? Деньги нам судил Томас. Ну и ну, а небось это стоило ему руки, ног? Вроде того!